здравствуйте меня зовут федор васильев я вас приветствую в проекте джума сэнсэй урок номер 87 пришло время поговорить о важном главном как и зачем ускорять наш сайт на джуму то есть зачем делать чтобы сайт грузился быстрее у конечного пользователя первое поисковики яндекс google внимательно за этим сейчас смотрят если ваш сайт тяжелый только из-за этого ваш сайт может быть ниже выдачи поисковых систем среди ваших конкурентов это первый момент то есть если ваш сайт будет грузиться очень быстро поисковики это видят ваш сайт поднимается ближе к топу второй момент показатели отказов очень часто пользователь может не дождаться загрузку сайта это может быть связано со слабым интернетом может быть через телефон он зашел у телефона тоже плохой интернет и мы теряем часть трафика из-за этого то есть когда наш сайт будет быстрый это будет приток трафика и последствия увеличения продаж поэтому это важно и эти моменты нужно знать оптимизировать будем вот этот тестовый сайт на котором я делал уроки про альфа изру point про форум кунена и первое что тормозит наши сайты это некачественный хостинг вы должны обновить джуму до последней версии на данный момент запись урока это 364 версия вот здесь это видно все расширения которые вы используете на сайте должны поддерживать php версию седьмую как это узнать то есть сама джума уже поддерживает данный php когда вы качали расширение например с официальных сайтов или покупали у них на сайте должно быть сказано об этом какую версию поддержит решение в общем вы должны сначала убедиться что у вас все поддерживает последнюю версию php и только потом делать какие-то манипуляции то есть почему нужно что было пешки версия 7 потому что на этой пешки версии только из-за этого сайты уже шустрее работают не пропустите мои топовые продукты под джума сейчас я нахожусь в админке хостинга и вот здесь вот очень просто переключается php 7 вы видите что я уже это сделал то есть выбрал php 7 и нажал на кнопку сделать текущий все то есть в два клика буквально у нас php версия сменяется для хостинга а хостинги поговорим чуть позже я рекомендую очень качественный хостинг мой сайт находится на этом хостинге также под этим видео и будет ссылочка на данный хостинг чем он хорош но также позже в этом уроке мы обсудим так первое значит вы делаете старайтесь стремиться к тому чтобы у вас сайт работал нормально на версии php 7.0 второй очень важный момент очень важный фактор который грузит нагружает наши сайты многие новички это игнорируют об этом не знают и только из одного из одной мелочи ваш сайт будет очень тяжело грузится а это изображение даже маленькие иконочки например к меню не оптимизированы уже будут тормозить сайт сейчас я вкратце покажу как нужно правильно оптимизировать изображение для сайта я пользуюсь программы photoshop и в принципе на этой программе и покажу как оптимизировать картинки для сайта у меня есть логотип к этому уроку мы нажимаем файл у меня последняя версия photoshop поэтому переместили они сохранить для веб вот эта вот опция она была в этом контекстном меню теперь он находится экспортировать сохранить для веб если у вас старая версия photoshop то это будет опция где-то здесь ну и другие программы редакторы для изображения также должны иметь опцию сжатия для веб то есть вот этого недостаточно если мы просто нажмем сохранить для веб нужно будет к еще кое-что сделать вот здесь в углу мы можем наблюдать что сейчас картинка 387 и 9 килобайт это очень большой размер мы всегда вот здесь выбираем очень высокая ну чтобы вы здесь качество было 80 или вручную можете здесь прописать качество 80 это первое что нужно сделать сама картинка тоже не должна быть слишком большой если конечно это не бэкграунд не заливка фона здесь она сейчас большая но я в принципе оставлю такой и нажимаем на кнопку сохранить дальше все изображения перед загрузкой на сайт мы должны прогонять через вот этот замечательный сервис который оптимизирует изображение сжимает их еще больше без потери качества то есть мы просто можем мышкой вот так вот с компьютера перетянуть вот в эту область на сайт отпустить у нас идет автоматическая компиляция картинки здесь слева видно изначально ее размер а вот здесь справа уже сжатый размер смотрите какая разница эта картинка только что была оптимизирована фотошопом но недостаточно то есть фотошоп не справляется он не может ее так сильно сжать а этот сервис сжимает без потери качества и вот разница 215 килобайт на выходе 728 и вот написано download минус 70 процентов это очень круто у меня даже были случаи что практически даже на сто процентов чуть ли не на сто процентов сжимала картинку причем без потери качества на этом сервисе можете посмотреть на английском языке у него это сервиса продается плагин для фотошопа достаточно дорогой чтобы сразу на фотошопе производить такие манипуляции если у вас изображение не так уж и много и в принципе вас это не затрудняет оптимизировать их вот здесь сюда это бесплатно картинку скачали все потом можно ее размещать уже на сайте это эта картинка она все равно большая то есть именно размер нужно уменьшать 1280 если вставлять в пост это очень большая картинка ее нужно делать меньше например 500 на 500 и конечно же картинку если у вас есть конкретный размер ее лучше сразу на фотошопе убавить нельзя убавлять картинку посредством джумлы то есть мы можем в джумле убавить картинку это очень плохо это будет нагружать сайт лучше размеры сразу подготовить на фотошопе двигаемся дальше и пока у нас ничего не сделано давайте затестируем скорость загрузку нашего сайта в данный момент сейчас у сайта кэш отключен то есть ничего здесь нет тут конечно картинок у меня нет но все равно мы должны его проверить то есть если вы у вас только включен кэш больше ничего не сделал на сайте то вы очищаете весь кэш внутри админки джумлы отключаете кэш чтобы зафиксировать как сейчас грузится наш сайт то есть кэш включается в самом конце когда мы проделаем все операции я копирую сайт будем проверять специальным сервисом google page speed он не измеряет скорость загрузки сайта но он подсказывает что нужно сделать чтобы наш сайт грузился быстрее и так все ссылки полезные к этому уроку находятся у меня на страничке на моем сайте fedorvasilev.ru ссылка будет под этим видео то есть вы просматриваете мой урок например через youtube ниже прокручиваете нажимаете еще здесь будет внизу написано страничка это будет ссылка на специальную страницу к этому уроку вы попадете вот на эту страницу и вот здесь вот будут все важные полезные ссылочки дальше мы сейчас с вами рассмотрим вот пожалуйста зеленая кнопка google page speed кликаем на нее и переходим на вот этот сервис вот в это графу мы вставляем наш сайт и нажимаем на кнопку анализировать немножко ждем и примерно у вас будет такая картина здесь будет две кнопки для мобильных устройств то есть здесь справа картинка нарисована то есть как это сейчас грузится наш сайт то есть видим оценку 48 места то есть это очень плохо в идеале должно быть 100 из 100 кликаем на вкладку для компьютеров здесь ситуация чуть получше 57 места и ниже нам показывают как для компьютера так и для мобилы включите сжатие здесь если кликнем на ссылку показано подробно что нужно сделать и удалить код javascript и css блокирующие отображение и вот есть еще вот такие более мелкие предупреждения исправить по возможности используйте кэш браузера как раз таки сейчас не включен ни кэш ни кэш браузера сократите время ответа сервера вот это как раз таки и есть наш хостинг здесь мы ничего не сможем сделать мы можем все оптимизировать от этого как раз таки зависит именно качественных качество хостинга вот этот ответ сервера дальше у нас есть сократите javascript и сократите ксс сократить html оптимизируйте изображение и здесь также кстати показаны сразу путь какое изображение у нас не оптимизировано мы можем через ftp клиент скачать это изображение оптимизировать его через наш сервис о котором я уже говорил закинуть обратно на хостинг и нужно добиться того чтобы вот это сообщение здесь исчезла тогда вот 10 процентов соотношения будет меняться от этих цифр так мы сейчас в начале пути в принципе что мы делаем первую очередь на сайте на моем на этой страничке вы заходите и качаете вот этот от текстовый маленький документик код для htcs то есть специальный код соединяйтесь через какой-то ftp клиент я использую файл зила с вашим хостингом открывайте корневую папку и находите вот такой вот файл . htcs если такого файла нет у вас скорее всего будет здесь написано htcs . txt вы можете прямо здесь переименовать убрать вот этот хвост . txt и подставить точку в начале текста это специальный такой файл где мы будем вносить правил тот документ текста который вы скачали вы его открываете здесь будет два параметра первый код это у нас сжимает страницу второй код experience это у нас в киширование сайта на стороне пользователя то есть киширование браузером не джумэы то есть нас есть два вида киширования киширования на стороне джумла нашего сайта админка включается это в админке и на стороне пользователя то То есть будет кешироваться именно в браузе или конечного пользователя. Значит, этот модуль Experience и модуль Deflate. Если на вашем хостинге они не активированы, эти модули, то этот код не сработает. Нужно будет написать вашему хостеру, чтобы они подключили мод Deflate и мод Experience. На моем качественном хостинге, который использую я, использую свой сайт, у меня там уже все автоматически подключено. Мне достаточно просто разместить этот весь код в файл .htexas. Вделяем, копируем. Можно прямо здесь правой кнопкой мыши кликнуть и просмотр правка. Нажимаем ОК. И в этом файле, в самом конце, мы вставляем данный код. Закрываем окно, нажимаем Сохранить. Да, у нас идет перезапись этого файла. Все у нас здесь готово. Сейчас можем сделать тест сайта, проверить, как что-то изменилось или нет. Нажимаем Анализировать. И у нас ситуация уже улучшилась только за счет этого действия. 72 из 100 для мобильных версий. Для компьютера аж 88 из 100. Сразу подскочило. И подсказывает, что надо удалить. Я в скрипты. И здесь тоже идут подсказки. Так, что мы делаем дальше? Есть небольшой нюанс. Смотрите, в админке, когда мы зайдем в админку. То есть после того, как мы вставили код в Ashtexus, именно тот код, который отвечает за кеширование браузером, у нас может быть такой момент. Смотрите. Например, переходим куда-нибудь в плагины. Захожу в какой-то плагин. Закрываю. Пытаюсь зайти в него еще раз. И у вас может выскочить вот такая ошибка. Не пугайтесь. Здесь бывает такое, это ломается кэш. То есть мы не сможем попасть внутрь данного, например, плагина, пока не очистим кэш браузера. Я использую браузер Chrome. Для него есть специальный плагин по быстрой очистке кэша браузера. То есть вот здесь есть такая кнопочка. То есть вы можете зайти в настройки данного браузера и бесплатно установить такой плагин. Тут просто надо кликнуть один раз мышкой, и у нас чистится кэш. И теперь мы можем зайти в данный плагин. То есть для браузера Opera, по-моему, я вообще не нашел такого плагина. Если вам это неудобно, если вы пользуетесь другим браузером, тогда придется вам отказаться от этого метода ускорения сайта. Именно кеширование сайта браузерами. Этот код надо будет вам удалить. Ну, мне, в принципе, это не мешает. Я быстренько чищу кэш. И если так вот кэш ломается, захожу потом, куда мне нужно. Далее мы устанавливаем плагин. Вот здесь вот на моем сайте есть плагин последней версии. На данный момент запись урока. Optimize 5.05 версия. Это бесплатный плагин. У него есть и платная версия. Мы его качаем. Устанавливаем, как обычно, на наш сайт. Вот он у меня здесь есть. System Optimize. Заходим внутрь. Включаем его. Переходим на вкладку «Основные параметры». Здесь нажимаем «Включить». Здесь у нас есть такие вот кнопки. То есть в платной версии плагина у нас, видите, вот эти три кнопки, они не активны. Каждая вот эта кнопка сильнее сжимает сайт и тем самым сайт быстрее грузится. То есть у нас по умолчанию автоматически включено минимум. Кстати, здесь все на русском. Можно навести мышь на каждый пункт и почитать, что это означает. Здесь нужно вот эти кнопки постепенно включать. Включаете, например, вот эту следующую кнопку, нажимаете на нее. У нас сразу сохраняется все. И после каждого действия нам нужно пробегаться по сайту, по фронтальной части, по всем нашим основным пунктам и смотреть, как работает сайт. Потому что у нас может что-то не работать в зависимости от того, что мы используем, какие компоненты. То есть нужно пробегаться по пункту меню и следить, что у нас там не поплыл дизайн, все ли работает. То есть, например, это может быть отправка комментарий, например, с формы J-Comments, да, или какой-то фильтр в интернет-магазине, чтобы он работал. То есть после каждого нажатия кнопки мы проверяем. Если что-то не работает, мы откатываем, ставим минимальную кнопку, ставим на тот уровень, когда у нас все работало. Вот. Я ставлю сразу вот эту кнопку, потому что я уже тестировал. Кликаю вот по этой последней кнопке. Вот здесь вот показано зелененькое, да, что у нас там активировано. Здесь показано, плагин успешно сохранен. То есть это уже сжимает. Потом у вас вот здесь будет стоять базовый момент. Тоже нужно по пунктам выделять, сохранять, проверять на сайте. То есть все ли работает, все ли хорошо. Чтобы мы могли понять, из-за чего у нас что-то не работает. То есть здесь нужно быть очень аккуратным. Вот я ставлю ультра, у меня в принципе там нормально. Все сжимает. Здесь оставляем, да. Здесь также оставляем, да. Здесь момент. Смотрите, вот эта кнопка упорядочить позицию плагина. Если мы введем мышь, по сказке нам говорится, что оказывается очень важно порядок расположения плагина в самой системе. Поэтому мы один раз кликаем мышку по этой кнопочке. Дальше двигаемся. На следующей вкладке мы можем отключить какие-то CSS и JavaScript, которые у нас при сжатии нарушают свою работу. Можем здесь что-то исключить. Дальше вкладки параметры бесплатной версии. Это как раз таки наша с вами сейчас версия. Параметры Pro-версии нам недоступны. И оптимизация изображений тоже здесь говорится only, то есть только для Pro-версии. То есть чем вкладка вот эта оптимизация хороша, здесь у платной версии можно сжать одним махом. Все изображения загружены на сайт. Например, вы давно наполняете сайт новостями. Каждая новость имеется неоптимизированное изображение. И мы же не будем, например, у тысячи новостей выкачивать все изображения на компьютер, оптимизировать через сервис. Это нереально. Поэтому в платной версии здесь можно оптимизировать все махом. Ну и конечно же платная версия оптимизирует намного сильнее сайт. Сейчас позже об этом также поговорим. Параметры бесплатной версии в вкладку переходим. Здесь обязательно все прочитайте. Здесь нажимаем включить. Да. И здесь тоже можно нажать «Да». Итак, здесь вроде бы все включили. Нажимаем «Сохранить». На всякий случай я очищу кэш. Вот. И очищу кэш в браузере. И сейчас сделаем еще один замер. Посмотрим, что-то у нас улучшилось или нет. 87 и 72. То есть, конечно, может быть и лучше. Итак, у нас осталось заключительное действие. Мы переходим в общие настройки. Сервер. Газип сжатия. Ставим «Да». Нажимаем сайт дополнительно. Переходим. Система. Кэш. Прогрессивное кэширование. Это для маленьких сайтов. Стандартное кэширование для больших сайтов. Я ставлю прогрессивное кэширование. Время кэширования 15 минут. Сохранить-закрыть. Переходим в менеджер плагинов. Находим стандартный плагин. Вот система кэш. Мы его просто включаем. Сохранить-закрыть. Давайте сделаем контрольный замер. Нажимаю «Анализировать». Здесь 79. Здесь 92. То есть уже, уже для компьютеров 90. Когда уже есть, это очень-очень хорошо. Единственное, мобильная здесь у нас подкачала. Но я вам сразу хочу сказать, что если будете использовать платную версию плагина Optimist, то здесь будет намного лучше. Смотрите, что получилось у меня. Мой сайт fedorvasilev.ru Вот вы видите. Я добился 100% результата 100 из 100. Для компьютера 100 из 100. То есть идеальный вариант. По мнению Google Page Speed. Мне будет очень интересно. Зайдите, пожалуйста, на этот пост на моем сайте. И в комментариях вот здесь вот напишите, пожалуйста, сколько замер получился у вас. После всех вот этих манипуляций, о котором я рассказываю в этом уроке. Чтобы добиться такого результата, вам, в принципе, даже не поможет платная версия плагина, если вы используете плохой хостинг. То есть это вот этот пункт «Сократить время ответа сервера». Если вы хотите, чтобы у вас было так же, как у меня, то ссылка под этим видео на этот замечательный хостинг, который выдал вот такой результат, стоит 100. Я даже вам покажу, какой тариф я использую. Я использую вот этот тариф S3, который посерединке. Он стоит всего лишь 488.25 рублей в месяц. Или в год 3694. Если вы хотите увеличить продажи, увеличить трафик, подняться в поисковиках, то я вам рекомендую именно этот хостинг. Переходите по моей ссылочке и регистрируйтесь, покупайте себе хостинг. Также имеется 30-дневный период бесплатно. И еще один момент, о котором я забыл упомянуть. Чтобы сайт быстро грузился, нам нужно делать периодическую манипуляцию с базой данных. Это нужно делать, когда у вас уже более-менее сайт становится популярным. Например, хотя бы 200 человек в день, сутки к вам заходят. И они что-то делают на сайте, комментируют. Или вы просто даже часто публикуете посты, статьи на сайт. Нам нужно оптимизировать базу данных. За счет этого тоже сайт будет быстрее грузиться. База имеет свойство засоряться. Если ее вообще не чистить, от этого сайт тоже долго может грузиться. Сейчас я вам покажу, как в панели хостинга чистить базу данных. То есть я нахожусь в к-панели своего хостинга. Нахожу вкладку «База данных». Нажимаю «PHP My Admin». Выбираю в списке нужную базу данных. Она у нас подгружается в этом окне. Мы прокручиваем в самый низ. Ставим галочку, чтобы база вот так вот отметилась галочками абсолютно вся. И вот здесь вот после этого мы выбираем в списке «Оптимизировать таблицу». Идет загрузка. Дожидаемся вот этого сообщения. SQL-запрос был успешно выполнен. И вот здесь ниже нам показана та таблица, которая нуждалась в оптимизации. У нее напротив написано здесь «Ок-ок-ок». Окей. Все, таблица мы оптимизировали. На этом я заканчиваю данный видеоурок. Надеюсь, для вас он был полезным, понятным. Я надеюсь, что вы добьетесь таких же результатов, как у меня. И когда вы все сделаете, где-то через месяц ждите в Яндексе повышение позиций в топе, прирост трафика и, возможно, увеличение продаж. Желаю вам всего наилучшего и до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова